Приветствую всех своих подписчиков! Как и обещал, видеоролик, связанный с преобразователем напряжения 12-220, поскольку многим обещал, что будет поэтапный цикл, как я его буду собирать. Как раз заказали, вернее, инвертор такого типа. Давайте рассмотрим всё, как будет реализовано. Во-первых, сразу хочу заметить, что мощность преобразователя будет в районе 3000-3500 ватт чистых, а не китайских, поэтому нужно будет работать довольно серьёзно, серьёзная работа предстоит ещё впереди. Изготовлена печатная плата силовой модули, вот такая она. Залудил, но ещё отверстия не сделал. Тут роспись своего рода. И как же буду построить такой инвертор. В частности, хочу сказать, что инвертор будет собран на базе китайского инвертора. От китайского инвертора намерен я взять только задающий генератор на 50 Гц и основной генератор на 50 кГц родной. Я заменю на… То есть, частота будет в районе 70 кГц вместо 50 кГц. Заменю также там всё от драйверов до маломощных транзисторов. В общем, будет только голая плата с генераторами. Основной силовой модуль вот такой. На нём именно будут располагаться трансформаторы, силовые транзисторы. Ещё будет один модуль специально для выходных транзисторов уже по высоковольтной линии. Ещё будет отдельный модуль с отдельной платой, который будет выпрямителем. И там будут диоды и конденсаторы. Так, ну, трансформаторы вот в прошлом ролике показал я их. Это киловаттные ЭПКОСовские торы. Будут вот примерно так располагаться на основной печатной плате. Плату можно было сделать поменьше, но я взял на всякий случай побольше, поскольку на трансформаторах, разумеется, будут намотаться обмотки, просто чтобы ничего не мешало друг другу, и сделал именно такую большую плату. Насчёт транзисторов. Транзисторов будет следующее количество. Там 5 пар с этой стороны, 5 пар с этой стороны. И в итоге у нас 15 пар с каждого бока. 30 транзисторов типа ERF3205, вот таких. Насчёт выходных транзисторов. Выходные транзисторы, ну, у меня, как уже сказал, было основных 2 варианта использовать. Сейчас я найду транзисторы. Это Мур 460 или, блин, где они у меня, вот такие EGPT с изолированным затвором, более мощные тут транзисторы на 80 А и ERF460 на 20 А. В итоге решил использовать именно ERF460. Ну, во-первых, поскольку эти транзисторы неоднократно использовал. Кстати, там, где брал я эти транзисторы, уверен на все 100-200%, что они оригинальные. И поэтому большое доверие к этим транзисторам есть. В замене GPT смотрится как-то не очень, поэтому всё-таки не рискну. Испробую в других схемах. Кстати, на оригинальном китайском инверторе, который, опять я делал обзор, там 1,5 кВт инвертор, заявленный производителем, стоят 4 основных транзистора для получения 50 Гц, вот такие, 20N50. Этот транзистор почти равноценный вот этому ERF460, но за исключением, конечно же, корпусов. Корпус тут маленький, и тут основной довольно большой. Почему? И хочу также заметить, что они оба на 20 А. Но всё-таки я выпаял и буду использовать именно ERF-P. Дело в том, что при больших нагрузках вот эти маленькие транзисторы попросту не успеют отдать тепло, теплоотводу. Хотя они могут, по сути, выдерживать мощность, заявленную в 3 кВт, но, думаю, долговременно они работать не смогут и сгорят попросту от того, что не успеют отдать тепло. Конечно же, будет активное охлаждение, но вот эти транзисторы будут получше использовать. К тому же, выводы у них гораздо потолще, чем у указанных. Что дальше остаётся? Ну, насчёт провода намотки, трансформаторы будут работать как бы параллельно и, поскольку провод буквально негде мне достать в городе, поэтому вот буду использовать. Трансформатор разобрал, довольно мощный, 600 Вт, 50 Гц, чтобы снять оттуда провод, который нужен мне для намотки. Это целиком первичная обмотка. Так, далее. Ну, давайте поясню чуть-чуть, как буду строить инвертор. Будем рисовать блочную схему, точнее преобразователя. Маркер у нас, кстати, насчёт этого маркера. Я хочу снять отдельный видеоролик. Сейчас, блин, думаю, не видно будет. Вот тут есть надпись небольшая. То, что это перманентный маркер. На самом деле, не знаю, если кто знаком, перманентные маркеры применяются для рисования печатных плат. Вот эта надпись сделана именно этим маркером после того, как уже плату протравил. Я заказал этот маркер с Китая для того, чтобы рисовать печатные платы и затем травить их. Думаю, сам процесс многим понятен. Но, опять же, китайское фуфло много попадается, не знаю, называть-то как их. Этот маркер никакого отношения к перманентным маркерам не имеет, и поэтому не берите такие маркеры в Китае. Это фейк. Кстати, я деньги потребовал обратно, но месяц назад, хотя маркер дошёл несколько дней назад, просто срок, указанный производителем, точнее продавцем, пришёл к концу, и он вернул мне деньги. Маркер достался даром, но это не перманент, всё равно бы вернул деньги за маркер. Стоит, кстати, 2 доллара. Насчёт схемы. Немножко отошли от темы, давайте вернёмся к нашей схеме. В общем, у нас есть задающий генератор, построенный на TL494. Дальше импульсы прямоугольные. Тут нарисуем примерно, чтобы всем было понятно. Ладно, думаю, понятно. Импульсы с микросхемой TL494, 70 кГц импульсы. Тут, по сути, будут делиться импульсы, каждый полевик будет открываться с частотой 35 кГц. Поступает на драйвер. Для чего нужен драйвер? Драйвер из себя представляет простой, по сути, эмиттерный повторитель, который нужен для того, чтобы, допустим, выходной ток микросхемы TL494, если не ошибаюсь, 200 мА. На каждом канале. Драйвер нам нужен для того, чтобы усилить выход, поднять до, скажем, значения 4 А в нашем случае. Может и больше, может и меньше. Дальше уже идёт усилённый сигнал какого-то номинала, идёт на затворы полевых транзисторов. Вот так примерно нарисуем. Вот у нас один полевик, второй полевик. Будем силовой вывод называть эмиттером и коллектором, чтобы не путали люди. Затворы у нас идут, точнее уже базы, если их распиновать как биполярные транзисторы. Так, базы у нас идут к драйверу, открываются с заданной частотой транзисторы. Силовые выводы, эмиттеры у нас подключены к минусу питания, то есть к корпусу. Коллекторы у нас подключены к трансформатору, то есть силовые выводы и схематика, кстати, пуш-пул, что часто применяют в случае таких инверторов. И средняя точка трансформатора, то есть средняя точка первичной обмотки у нас подключена к плюсу источника питания. Полевики, как уже я заметил, ИРФ-3205. И вот такая схема с двумя полевиками может развивать выходную мощность в районе 300 Вт. Но поскольку у нас куча полевиков, аж 30 штук, то нам нужен довольно мощный драйвер, который будет управлять такими транзисторами. Кстати, чем больше количество транзисторов, тем больше ток должен отдавать драйвер для управления последних. У нас, конечно же, на базах, на затворах есть ограничительные резисторы небольшие для того, чтобы выравнивать токи. У нас, скажем, резисторы на 10 Ом, 0,25 Вт. Дальше вот именно отсюда до резистора берётся сигнал. Дальше подаётся на базу второго ключа дополнительного. Опять же, эмиттер заземлён. Коллектор у нас идёт общий. Стыкуется вот так. Тоже самое тут. Второй транзистор таким же точным образом подключается. Простите, за то, что рисую как-то некрасиво, но примерно, думаю, идея понятна. То есть, у нас получается тут уже, что мощность возрастает до некоторого уровня, в частности, скажем, в 1,5-2 раза. И таким образом можно подключить, ну, буквально любое количество подключает, но, конечно же, драйвер должен уметь управлять такими ключами. Кстати, перед драйвером расположен ещё один небольшой драйвер, но он предназначен для разрядки полевых транзисторов на затвор, точнее, разрядки затворов полевых ключей на землю. Ну, этот процесс необходим для того, чтобы, когда одно плечо открыто, его нужно вовремя закрыть, транзисторы, да, чтобы во время открывания второго плеча у нас ток не протекал через трансформатор и не угробил ключи. И для этого именно применяется специальный разряжающий драйвер. В общем, всё это дело, вот часть именно генератора предусмотрена на китайском инверторе, ну, максимальный ток с китайского драйвера, да, в районе 800 мА был сделан замер и 800 мА максимальный ток нам придётся увеличивать до 4 А, я думал, может и больше. Дальше, ну, с этой частью, думаю, понятно, как устроен, да. Кстати, эта часть качает только один трансформатор, да, точнее, тут у нас будут, я нарисовал тут два ключа, у нас на каждом плече будет пять транзисторов, пять с этой стороны, пять с противоположной. И мощность, таким образом, у нас будет 1000 Вт. Ну, дальше, самое интересное уже идёт дальше. Ну, давайте тут и нарисуем. У нас таких трансформаторов, ну, давайте я трансформаторы только нарисую, таких трансформаторов у нас три, по сути, да. Они имеют первичную обмотку и вторичную обмотку. Вторичная обмотка у нас на 230 где-то Вольт. И каждая обмотка, то есть каждая 220 Вольт, выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсаторами. Это у нас трансформаторы, это у нас мосты диодные. Уже выпрямлённое напряжение постоянного номинала подключается тут следующим образом. Тут, допустим, у нас плюс, плюс, плюс. Все плюсы подключаются параллельным образом друг к другу. То же самое с минусами. То есть исключительно все трансформаторы уже после диодных мостов и конденсаторов подключены параллельным образом. Таким образом, у нас три трансформатора было на киловатт, подключены они параллельным образом. В итоге у нас выход уже усилённый три раза. Всё это дело идёт к высоковольтным полевым транзисторам. Такая цепочка, блочную схему я рисую. Тут у нас расположены высоковольтные транзисторы типа ERFP. Дальше отдельный генератор на 100 Гц, который управляет вот этими транзисторами мощными. И тут уже на выходе нашей сборки транзисторной мы получаем сетевое напряжение 220 В, переменного уже номинала 50 Гц частота и модифицированный синус на выходе. К сожалению, чистый синус делать я не буду, поскольку на такую мощность смысла нет делать чистого синуса. КПД будет в районе 65%, да ещё и будет вот у нас довольно гигантский дроссель, то есть фильтр на выходе. Конденсаторы и так далее, и так далее. Поэтому будем делать модифицированный синус, поскольку заказчику именно схема нужна только для питания сварочных аппаратов. И они не очень критичны, вообще не критичны к току. Можно на них даже постоянный ток подавать, и они без проблем будут работать, поскольку всё равно внутри любого импульсного сварочного аппарата имеется выпрямитель, и по сути схема питается постоянным током. Речь, конечно же, о импульсных сварочных аппаратах, не о сварочниках с сетевыми трансформаторами. И в итоге у нас будет такая простая заготовка. Наша вот эта плата предусмотрена именно для силовой модулей, то есть для того, что нарисовал вот для этой части. Тут у нас предусмотрены все транзисторы, отверстия под них будут, вот тут будут располагаться они по бокам, по центру будут трансформаторы с обмотками. Кстати, силовой вывод, давайте коллектор назовём, опять же, чтобы не путать, коллекторы будут отдельными шунтами стыковаться друг к другу, то есть они к платине будут стыковаться, и к ним будут присоединяться силовые обмотки, то есть, в общем, зверская установку планирую собрать. И, конечно же, на входе питания будут ещё дополнительные электролиты. Сама плата, точнее сборка общая уже будет двухэтажная или трёхэтажная, может быть. Первый этаж у нас силовые модули, второй этаж – узел управления, третий этаж у нас будет вот эта цепь с высоковольтными транзисторами, выпрямителями и конденсаторами. В общем, трёхэтажный гигантский инвертор на 3 кВт, то, что не делают в Китае. Если и делают, то явно не на 3 кВт, хотя и заявляют, что 3-5 кВт. И самое последнее, вынужден заметить, что инверторы с 12 Вольт на такую мощность крайне не советую делать, поскольку должны предусмотреть, что нужны мощные, очень мощные аккумуляторы. К примеру, автомобильный аккумулятор на 60 Ач при напряжении 12 Вольт может отдавать мощность, давайте в Ваттах, всего в 720 Ватт. Если подавать вот эту мощность на инвертор, с учётом коэффициента полезного действия преобразователей современных, вы можете одним автомобильным аккумулятором 60 Ач питать нагрузку не более 500 Ватт в течение одного часа. То есть, аккумуляторы сравнивать нужно. Тут у нас 3000 Ватт, тут у нас делали расчёт на 60 Ач аккумулятор. Следовательно, аккумуляторы для запитки такого инвертора нужны большой ёмкости. Параллельно там несколько, даже десятков аккумуляторов пригодятся. В зависимости, конечно, для каких целей используете инверторы и чем конкретно будете нагружать. В частности, такие инверторы отличный вариант для коттеджей и для, скажем, питания сетевых мощных нагрузок в полевых условиях далеко от розетки. Ну, на этом, друзья, всё. Конечно же, поэтапно я всё это буду одновременно собирать, загружать видеоролики в Ютуб. За спешку простите, дел реально много. И на этом остаётся с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, жду ваших лайков, отзывов и комментариев. До новых встреч, друзья. С вами, как всегда, был Кагасьян. Пока!